Добрый день! Сегодня я хочу показать вам прототип моего робота для настольного тенниса, над которым я работаю. У большинства брендовых роботов есть свой пульт управления, которым обычно используются провода, которые тянутся вокруг стола, всем мешают. И стоят еще, наверное, нереальных денег. Зачем? Почти у каждого есть мобильный телефон, который можно использовать. И в моем роботе используется именно телефон для управления. Используется Bluetooth интерфейс, робот имеет 5 программ, которые вы можете настраивать. Вы можете настраивать параметры любого выстрела, вращение мяча, его скорость подачи, интервал подачи. И все это настраивается с очень высокой точностью. Эти программы могут запускаться как с мобильного приложения, так и с помощью любого инфракрасного пульта управления, которое есть у вас в наличии. Вы можете обучить робот на использование пульта и дальше его использовать. Это действительно очень удобно, действительно очень круто. Этот обзор будет состоять из двух частей, которыми я покажу конструкцию робота и работу с мобильным приложением. А немножко позже я сниму отдельный ролик о том, как сработать с роботом в зале. Смотрим! Итак, первым делом немножко о конструкции. Конструктивно робот состоит из двух основных частей. Это бункер для мячей, в котором хранятся мячи. В бункере может быть где-то 90-100 мячей. Пока примерно. И ствол. Ствол это отдельная часть, которая, как вы видите, выступает немного за пределы бункера. Поэтому, чтобы при переноске не сломать ничего, ничего не повредить, он съемный. Для того, чтобы его снять, достаточно раскрутить, ослабить вот здесь один винт, отсоединить провод вверху и провод внизу и снять. Как видите, сосочно просто, легко. Положили в бункер, понесли домой. Червячный механизм. Я долго экспериментировал с различными механизмами. В итоге остановился на червячном механизме. Он очень надежный получился, никогда мячи не застреют. Принцип действия очень прост. Само известный принцип действия мясорубки. Когда червяк вращается, он продвигает мячи в ствол. В стволе находится датчик мяча, который определяет, в какой именно момент мяч появляется в стволе. Как только датчик определяет мяч, червяк прекращает вращаться и остановляется. В момент запуска червяк начинает движение снова, и мяч вылетает из ствола. Если вдруг по какой-то причине мяч не упал в шнек, бывает, что создаются мосты из мячей. Вот эта мешалка домешивает их где-то за полсекунды до выстрела, и выстрел происходит именно в тот момент, который нужно. Эта система позволяет создавать интервалы между выстрелами с точностью до 0,1 секунды. Общий диапазон интервалов от полсекунды до 30 секунд. Сейчас посмотрим, как работает эта система. Мы запустим программу по работе с интервалом в 3 секунды. Я уже не раз показывал в своих видео, как работает ствол. Здесь хочу показать немножко углы поворота ствола. Ствол может поворачиваться вверх примерно на 45 градусов. Это дает возможность имитировать такие свечки, выбросы мяча. И вниз примерно на 25 градусов в ход горизонтальной оси. Если робот установлен на штативе, то это бывает очень полезно для того, чтобы сымитировать какой-то такой хитрый выстрел, плоскач или еще что-нибудь. Горизонтальные углы поворота. Здесь тоже достаточно широкий диапазон поворотов. Как вы видите, робот поворачивается лево вправо. Достаточно серьезные углы. И это, в принципе, в теории должно дать возможность из любой точки помещения, без вручной перенастройки робота, выполнять любые комбинации поворота. В роботе установлены два бесколлекторных двигателя, которые управляются с очень точной поддержкой вращения. Шаг вращения это 50 оборотов в минуту. А каждый двигатель может вращаться со скоростью от 900 до 9000 оборотов в минуту, как в прямом направлении, так и в обратном с реверсом. То есть это дает возможность очень делать сильные подрезки и очень точно регулировать от выстрела к выстрелу эти движения мяча. Сейчас немножко покажу, как это все работает, хотя я это уже показывал не раз, тем не менее. Старт двигателя и увеличение и уменьшение оборотов. Вот это минимальные обороты, 900 оборотов в минуту. Это около 9000 оборотов в минуту. И реверс. Ну, с кратким взором конструкция закончена. А теперь я хотел бы перейти к обзору мобильного приложения, но прежде немножко пару слов о том, как робот располагается относительно стола. Робот имеет возможность установки на штатив, поэтому установка возле стола может быть не только в центре, как это у большинства настольных роботов, но и под столом. Для того, чтобы имитировать различные подвески из-под стола на столе по высоте и выше, немножко выше стола. И самая высокая зона – это установка на штативе, где-то очень высоко для каких-то очень высоких дальних ударов. По горизонтали робот устанавливается также в нескольких зонах. Все это показано схематически вот на картинке из мобильного приложения. Здесь может быть несколько зон, и это все настраивается при записи и сохранении программ в мобильном приложении. Смотрим на мобильное приложение. Статус Bluetooth отображает синий светодиод. При запуске приложение автоматически пытается найти робот, и при выборе робота происходит подключение по Bluetooth. Я не зря раньше рассказывал о зонах расположения робота. Посмотрим на эту картинку. Представьте, что на первой картинке слева вы настроили свою программу, она у вас отлично стреляет в стол. Но когда вы переставили робот за столом немножко вправо, в шестую зону, смотрим на вторую картинку, то ваш робот начал стрелять уже совсем не в стол, а куда-то мимо. Это, конечно, очень неудобно. И для того, чтобы сохранить каждую программу, пришлось бы вручную как-то описывать расположение робота. А потом еще и по описанным комментариям искать эту программу в памяти робота или в памяти вашего смартфона, для того, чтобы найти и загрузить ее снова. Поэтому была введена вот такая система зонирования, где каждая зона соответствует расположению робота. Вы можете задать расположение вашего робота возле стола по умолчанию. Для этого заходим в программу, возвращаемся в меню настроек, переходим в App Settings и заходим в меню Robots Locations. Здесь выбираем наше расположение робота по умолчанию, по высоте и по горизонтали и сохраняем. В дальнейшем эти настройки будут автоматически предлагаться для сохранения программ и пресетов. Перейдем к настройке одного пресета. В программе есть специальный пункт, который осуществляет настройку каждого выстрела. One-percent mode. Здесь мы видим регулировки для каждого двигателя и сервомашинки и интервал подачи. Обратите внимание, что в центре экрана есть две стрелки. Зелененькая, которая изменяется при изменении вращения двигателя. Эти две стрелки показывают относительно линейное поступательное движение мяча и насколько мяч подрезан. С изменением вращения каждого двигателя, обратите внимание, происходит изменение цветовое и направление вращения и подачи. Также вы можете регулировать вертикальные и горизонтальные сервомашинки и интервал подачи. Для точной регулировки существуют специальные кнопки плюс-минус, которые регулируют точно каждый параметр. Если вы еще не записали настройки в память робота, вы можете их восстановить, считав настройки из робота. Read from Robot. Как видите, настройки восстановились первоначальным значением. Для интерактивного изменения настроек робота существует режим Live Mode. Live Update. При включении этого режима любое изменение любой настройки будет автоматически применяться роботом и он будет изменять вращение двигателя или положение ствола. Как видите, сейчас вживую меняется вращение двигателя. Также можно менять положение угла наклона ствола или его поворота. Плавное изменение. Быстро изменение. После настройки выстрела результат можно сохранить в памяти смартфона. Для этого заходим в дополнительный пункт меню. Выбираем Save Preset. Мы можем использовать фильтр для поиска уже ранее сохраненных пресетов. Выбираем зону. Автоматически будет производиться поиск по сохраненным пресетам. В данном случае нет сохраненных пресетов. Выбираем сохранить новый. Вводим название. В данном случае My Preset. Выбираем зоны и выбираем зону, куда мяч будет попадать. Это мы предварительно узнали, попробовав выстрелы ранее в настройках. Все, наш пресет сохранен. Как видите, он отображается в списке. Здесь демонстрируется работа поиска по заданным зонам в памяти. И мы возвращаемся в предыдущее меню. Теперь мы можем использовать наш сохраненный пресет для того, чтобы настроить выстрел в следующий раз. Загружаем пресет. Все настройки заполнились из сохраненных параметров. В памяти робота хранится 5 программ. Для работы с ними заходим в меню Multiple Presets Mode. И приложение автоматически считывает заголовки программ. Мы видим, сколько пресетов в каждой программе и зоны расположения робота для каждой программы. Каждую программу можно редактировать. Для этого сначала нужно прочитать эту программу из памяти робота. Как видим, в данной программе 3 пресета. Здесь мы видим зоны расположения робота. Их можно изменить. И каждый пресет в программе можно редактировать. Для этого выбираем пункт меню Edit Preset. Мы видим параметры для данного пресета. Мы можем изменить этот пресет, загрузив ранее сохраненный какой-то. Для этого ищем поиск по сохраненным пресетам. Выбираем его и загружаем в эти настройки. Как видим, здесь добавился пункт меню. Это меню Balls Zone Selection. Мы должны здесь выбрать еще зону для сохранения мяча. Если мы попытаемся выйти без сохранения, программа выдаст предупреждение. Поэтому мы должны выбрать зону, куда мяч стреляет при данном пресете и вернуться. Как видите, пресет изменился. Мы можем сортировать пресеты в данной программе, добавлять из уже существующих копию или удалять. Мы можем сохранить данную программу в памяти приложения. Для этого вводим название нашей программы. Пусть она называется MyFirstProgram. Программа сохранена. После окончания редактирования загружаем программу в память робота. Выдается предупреждение о том, что программа будет загружена. И она загружается. Как видите, программа изменилась в памяти робота. Аналогично мы можем проводить такие же действия с любой из программ робота. В приложении также есть очень обширный пункт по настройкам робота. Настроек действительно очень много. Все их описывать я сейчас не буду, потому что действительно для этого нужно, наверное, снимать отдельный ролик. Тем не менее, что я хотел показать, это работа по настройке инфракрасного пульта. Пульт поддерживает, вообще программа поддерживает три кнопки. Старт, стоп и плюс, минус. Или следующая и предыдущая кнопка. Как я говорил раньше, инфракрасный пульт можно настраивать любой. Сейчас я возьму вот этот пульт и покажу вам, как происходит процесс настройки. Выбираем, допустим, меню пункт старт. И здесь вываливается такое большое предупреждение. Кратко оно рассказывает о том, как происходит настройка. Фактически вы должны два раза нажать на кнопку пульта. И если робот принимает команду и обнаруживает, что эта команда в первый и во второй раз была одинакой, он ее записывает и сохраняет в своей памяти. Сейчас мы настроим кнопку старт. Соглашаемся с этим пунктом меню. И программа начинает ожидать нажатия первого нажатия кнопки старт. Нажимаем. Робот обнаружил, передал в программу мобильное приложение данные и ждет второе нажатие. Нажимаем второй раз. Да, все прошло успешно и результат сохранился. Точно так же можно настраивать остальные две кнопки. И теперь можно работать с пультом. Это был краткий обзор. А теперь небольшая просьба. Ребята, я собираюсь тестировать робота в одном из теннисных клубов Харькова. Поэтому большая просьба к тем, кто будет тестировать. В приложении есть обратная форма для связи. Пожалуйста, пользуйтесь здесь, чтобы отправить комментарии. Если у вас что-то не работает, или вы просто хотите, чтобы что-то было добавлено в программу. Вам кажется, что есть какие-то недоработки, или нужно что-то улучшить. Пишите, я постараюсь всем ответить. Спасибо.